приветствую господа дамы друзья и товарищи сегодня краем глаза мы глянем на игру бенджамина волтера под названием daughter of rain или дочь рейн если по-русски я в том году уже прошу ее демку но тогда ее нельзя было показывать а сейчас можно мне предрелизной версии он скоро выходит в двадцатых числах января полностью официально и бесплатно а пока мы посмотрим что из себя представляет эта версия для начала мы конечно же поглядим на опции можно отключить звук и музыку к сожалению нет слайдеров для настройки громкости мне лично бы хотелось видеть sound слайдеры music слайдер отдельно можно отключить трясение экрана я очень рекомендую это делать потому что в дымке это было не отключаемо и очень мешало иногда управление не настраивается но на простейшие всего четыре кнопки для движения лев право вверх вниз и две кнопки для взаимодействия с чем-нибудь остальным то атака и зафиксировать направление скоро станет понятно почему это так важно может быть перенастраивать опять же не обязательно но не помешало бы если было можно удалить сейф дату я это сделаю потому что немножко уже начал начну сначала не до конца потому что краем глаза это первое впечатление терфоенский данжен вот почему нет настроек графики еще кстати потому что тут особо настраивать нечего с другой стороны не помешала бы возможность настроить скрин или виндовид мод и дать возможность выбрать резолюшен экрана но пока что можно пользоваться alt enter и она свернется в окно если надо игра сразу не говорит что нам надо делать но позволяет немножко по себе походить этим она мне напоминает немножечко всякие metroidvania чуть-чуть даже dark souls тут станет потом понятно почему и такие вещи которые выходили еще на сеге помню было shadow of the beast тоже такая не объясняет ничего сразу напрямую но дает себя исследовать и всячески этому способствует вот нас атакуют дядькой но не может этого сделать тоже здесь не пройти так уж как и мне но есть лифт и я могу на нем подняться замок терфоен сюжета пока касаться не буду потом если будет сильно надо то может быть лес терфоен и тут мы находим наш первый предмет и это броня королевской стражи щит и и доспеха в общем не говори им что я помог тебе заявляет нам этот человек в домике с этим счетом мы можем делать следующее здесь будет огненный маг он пуляет фаербол и мы можем отражать их в него если правильно позиционируем щиты из два положения внизу и вверху и пока что это все наши возможности в бою королева гви фида имеет королевский ключ видишь уже немножечко какие-то сообщения нам дают есть какая-то королева есть какой-то ключ подробнее о сюжете написано на странице игры и если ничего не нажимать какое-то время в главном меню то там тоже об этом скажут о том что какой-то нехороший человек узурпировал трон некроманты почувствовали силу и стали наполнять земли какими-то нежитями нехорошими все такое здесь мы видим карту этого мира как нам сказали королева гви фида имеет ключ мы сейчас в тирфейн вот в этой местности слева катилисисты а до гви фид нам идти далеко через адвен адфин это у нас чекпоинты такие если будем умирать будем оказываться здесь враги респавнятся боевка тут дико простая как можно заметить но сама по себе игра трудная когда я проходил демку вот и не знают на раз наверное ну почти сотню раз в 70-80 раз где-то помер ловушки избегаются без всяких проблем главное не затупить этот человек сообщает что заботиться о могилах становится опасно как раз про то что некроманты вроде как где-то появляются а вот и захоронение мы вид или что там не успел прочитать точно новый вид магов который пуляют свои магические баллы очень неприятном виде по синусуиде в это место кажется знакомым а вот начинаются уже первые уроны с этими шариками не совсем успеваешь всегда среагировать когда нужно вниз опустить щит и когда нужно держать его высоко еще один чекпоинт все выглядит так что тут опасно да тут что-то опасное смотритель мэвид так что ж ты будешь делать смотрите где же ты это это наш первый босс все что мы можем сейчас это отражать его атаки и будем стараться это делать и стараюсь вставать так чтобы мне не приходилось менять положение счета когда он пускается в сайт на и свои вот эти вещи и мы его победили и получаем мяч теперь можно жахать мечом также в положении внизу и вверху и также влияет на рычаге дымка на этом не заканчивалась но там все что было этого щит и меч я думаю этого вполне даже достаточно такой игре потому что а зачем что-то еще собственно она самодостаточная в таком виде ну ладно мне туда не стоило идти я сейчас чуть не сделал круг поэтому не буду кружить и пойду куда-нибудь еще возможно больше мне не нужен этот участок мира и стоит отправляться дальше обновим чекпоинт умирать номерновато все-таки заметь несмотря на то что у нас есть меч пока еще никого не при не пришлось им огреть ничего сейчас скоро тут появятся супу статы очень неприятные есть очень трудные опять же сложных тут нет врагов они все очень простые трудность тут именно умение использовать все эти простые вещи которые у тебя есть вау упс плохо дело вот первый человек которого мы можем атаковать у которого нам нечего отражать главное вовремя закрываться снизу или сверху и пока что просто бить свободное время потом еще будут враги и со щитами и нужно будет бить опять же в правильной позиции крепость готовится к войне говорит этот человек говорит этот человек подожгли задничку таки марио стайл вещи таки марио стайл вещи которые тоже часто были простыми но трудными и требовали в большей части реакции чем чего-либо еще а тут у нас чекпоинт фух потненько становится хп-шки кончаются а вот и первый враг со щитом нужно успевать его ударить пока он не ударил но еще общее правило такое что твоя скорость атаки выше чем скорость атаки большинства врагов поэтому можно это использовать себе во благо если защищаешься и видишь что враг атакует то ты можешь успеть атаковать и не бояться не вставать в блок если начал атаковать в то же время иначе лучше продолжать блоки ставить допустим сейчас я могу ударить сейчас могу ударить сейчас тоже могу вполне себе ударить быстрее чем он и хп-шек мы тут не получим пока не урим так что надо быть очень осторожным и менеджить чекпоинт их тут приличное количество вот началась началась дуэль потная приличное количество чекпоинтов и от выбора у какого остановиться в некоторых местах может зависеть удобность продвижения вот это очень неприятные враги они атакуют быстрее чем предыдущие но все еще не так быстро как наш персонаж и у них есть щит и они атакуют на расстоянии очень неприятные мы сейчас открыли что-то что было закрыто отсюда не видно что но что-то там открылось и чекпоинт и тут еще один ух надо водички выпить но догадываюсь что открылись вот тут был такой спуск вниз еще деталь которую стоит учитывать а здесь не отталкивают меня когда бьют понятно то что бьют когда то что отталкивают когда попадают по незащищенной позиции это понятно но в дымке по моему еще отталкивали просто так обычными ударами и в некоторых местах это могло стоить жизни что это за место я вот не помню отсюда ли я пришел или нет нет не отсюда такого здесь еще не было противника он был только один вверху так а здесь похоже будет босс да очередной а у меня хп нет да это очередной босс отор вот и все быстро он меня сейчас я попытаюсь его снова одолеть боссы тут те еще лютые могут быть вот в конце дымки был один такой который не знаю наверное раз 60 50 на нем умер больше половины всех смертей и мы в прохождении на нем случилось так пока я не понимаю как убить я не помню как убить а похоже я все таки наношу ему урон когда калачу главное не забывать закрываться от его вот этих шаров когда он прыгает приземляется и пускает их о разразился пробил слишком близко нельзя стоять в такие моменты потому что эти проджектайлы исходят не вплотную от него и как бы появляются уже там где мой щит не имеет компетенции его остановить полное прохождение дымки у меня заняло четыре часа с этими семьями восемью десятью смертями сколько длится целая игра пока не знаю проходите ее конечно буду но не за не на запись на запись у меня и так дофига всего не спешим удар и блоки удар блоки главная площадь вот такие вещи и не про пока 5 момент когда он начнет много спамить этой фигни не убирать блок раньше времени тоже важно так завязывает братан а и не вышло еще одну попытку совершил ну разочек разочек он очень хитрый у него не совсем очевидно не всегда успеваешь заметить сидит он и стоит по низу или поверху будет атаковать потому что такие мало различающиеся спреты пасть блин я уже до босса начал фокапить три удара пропустил это может стоить многого сейчас внизу сейчас внизу он опять это делать сейчас сверху иногда пытаешься работать на опережение не получается угадывать что он сделает и это заканчивается обычно плохо так сейчас начнет пулять с память так внизу 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 есть и я получил ключ от эдвинских ворот и могу идти дальше чекпоинт здесь есть есть я думаю этого достаточно для базового знакомства с дозер уфрейн мне 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 понравилось в дымку доиграл до конца потому что мне понравилось и эту будущее проходить дальше будет игра бесплатный выйдет в 20 числах января а я оставлю ссылку на ее страничку на и ч . и о а на этом все спасибо всем кто побыл со мной в эти 18 минут до свидания я я я я